мы работаем с технологиями души потому что есть еще технологии духа есть технологии сознания вот когда мы говорим о цифрах о кодах это все через сознание это левополушарная технология а технологии души правополушарная между ними находится еще технологии дух и так мы работаем через образ если у вас нет ясновидения то тогда надо включать ваше воображение воображение это по сути дела тоже начальная стадия ясновидения так что если вы начнете работать через воображение то мы вам еще даем и некоторые обобщающие знания которые помогают вам как бы настроиться на правильное визуализирование этого процесса бог сказал о тоте он и вы как жизнь и смерть и будет положен конец на начале его разве ты не знаешь его обратился отец ко мне это тот с кем ты встречался ранее разговаривал он тот кто преобразовывал мир свою сторону он не хотел быть вместе с миром он хотел бы выделить себя в нем и владеть им ну тут отец вспоминает как бы наша встреча с олимпийскими богами и то что мы там с игорь виталий чем были на олимпе но не как боги вот и он напоминает что мы с ним встречались разберитесь в имени его что это за имя тот 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 это не имя это цель и указание указание на кого но того кто в вашей тени строил свое темное царство он не существо он сущность сущность от существа вот обратите здесь очень интересные градации существо сущность сущность от существа а сущность имени не имеет как она образуется она становится на оптику света вашего сознания и уплотняется материализуется за счет каких-то патологических помыслов которые сами же и организуют а люди реагируют на нее и начинают с ней разговаривать и строить какие-то отношения с кем с тем кто зашел в чужой дом и начинает на него претендовать они не понимают что разговаривают с тенью которая идет от них самих сущий сущность существо кто есть кто сущий это начало всего и существ и их существования отец сущий христос сущий святой бог сущий и отец объяснил сущий это тот кто несет в мир света знания он все это в себе заключает все это в нем находится и все из него произрастает через свет отец есть любовь а любовь не терпит одиночество вот и появились существа христос возглавляет общность существ и тело души а святая духа посредничает между отцом и сыном так возникает духовная цивилизация царства небесного материальная цивилизация царства земного и духовно материальная цивилизация царства истинного которая синтезирует дали из начала единства и возникает бог сил который работает от создателя с места его и взгляда его бога человек это тот кто знает что мир от него должен бесконечно развиваться это тот в сознании которого появился яркий ослепительный свет от отца но есть еще сущность она откуда взялась она возникла на подложке вашего сознания как самостоятельные силу влияния сначала она из лунного света соткала как бы серебряную фольгу отражения солнечного света затем поселилась на ней и стала влиять и на ваши мысли и на ваш организм то есть устроила из вашего сознания зеркало отражения если серебряная фольга лунного влияния за счет работы вашего разума исчезнет как элемент восприятия то ваше сознание хлынет ослепительный солнечный свет отсущего и сущности поселившиеся на подложке вашего сознания начнут в нем сгорать и плавиться в конце концов они исчезнут освободив место светоносным помостом исток всего в материальном мире это сам человек его сознание есть выделенная часть души которая воспринимает мир внешний в глубину глубин мира внутреннего сознание орган восприятия его носителем является физическое тело которое тоже является внешней частью души дух душа сознание и тело создают четыре измерения как четыре лепестка цветка души эти четыре измерения создают четыре типа клеток комбинация которых строит весь организм человека клетки имели форму и организацию именно эти клетки организуют пространство жизни человека как внутри так и вне его эти начальные клетки расположенные внутри ДНК самое простое и самое сложное что есть в человеке и в клетке и на ее поверхности есть информация которую можно активировать сознанием и посмотреть каждая клетка имеет свое поле как и весь организм в целом поле это пространство взаимодействия различных энергий поле человека состоящее из множественных клеточных энергий находятся все время в движении и во взаимодействии с внешней средой в пространстве одно объединяющее поле если личностное пространство человека начинает расширяться то объединяющее пространство немедленно реагирует потому что в нем возникает уплотнение чтобы эффект уплотнения всеобщего пространства не вызвал обратную реакцию этим процессом надо уметь управлять и видеть его с более высокого уровня восприятия иначе возникнут различные катаклизмы в вашем личном пространстве мир внутри человека и вокруг человека это все одна субстанция ну и вверху и внизу есть еще две субстанции которыми вы пока не достигнете уровня подобия не сможете управлять но если вы поднялись к отцу и стоите с ним рядом они вам подчинятся это области сверхсознания и подсознания через эти области организации мира вы можете смотреть как вдаль событий так и вы глубину все можно разворачивать из клетки и сворачивать в нее и отец говорит вы были учениками создателя потом помощниками а теперь работаете от имени создателя это все утверждено и заверено моей подписью торопитесь времени до перехода осталось очень мало а работы очень много и и в и и и и